рассказа доклада это spring cloud конфиг сначала хочется спросить кто-то работал вообще с библиотеками которые предоставляют спринг-клаудом или с самим спринг-клауд конфигом я потому что мы на одном проекте с тобой окей есть еще люди которые имеют опыт работы досюда немая появляется потреба на проекте вы крутите спринг-клауд окей это замечательно что есть потребности значит будем как-то помогать рассказывать про него то есть конкретно сегодня я хочу поговорить про библиотеку и функциональность который предоставляет спринг-клауд конфиг но потом чуть дальше расскажу что есть еще куча других фич либ в спринг-клауд который предоставляет спринг-клауд и так начнем с того что поговорим про конфигурации приложения есть я выделил такие основные три типа конфигурации три путям это внутренние конфигурации которые лежат непосредственно в приложении в файлах xml в файлах properties файлах java groovy yaml и так далее external внешние конфиги до данном нашей ситуации допустим нас есть конфиги которые лежат возле application сервера либо где-то на сервере которые подключаются через d параметры например или файлик подключается этими конфигами через d параметры используются в приложении также есть такие случаи когда конфиги заносится в переменное окружение на сервере и потом с помощью кода они вычитываются используются какие есть способы управления этими конфигами то есть обычно все способы поделятся делятся на два вида это как бы ручной и автоматически ручной это с помощью то есть банально заходите на сервер обновляете кита конфигурации параметры файлики автоматически то есть есть способы управления конфигами такие как про который я сегодня расскажу ну и также есть какие-то deploy скрипты процедуры которые автоматически стягивают файлики там с репозитория уложат их кладут на сервер и дальше используются в приложении какие проблемы мы получаем когда мы пользуемся ручными обновлениями точнее когда мы руками обновляем конфиги либо используем какие-то скажем так несовершенные deploy процедуры первая проблема это в том что количество environment of скажем так идет тренд к увеличению количества environment of все сейчас переходят скажем так или стараются переходить на микросервисы куча серверов и управлять конфигурациями на куча серверов становится неудобно также если вы не используете микросервисы при скейлинге приложения вырастает количество серверов так же само с одним как бы монолитом и все равно деплоить обновлять конфиги на всех инстансах аппликейшена становится весьма неудобно также появляется такая проблема что допустим если мы используем внешний конфиг то есть мы конфигрируем приложение с помощью файлов которые лежат на сервере то очень трудно понять кто и зачем менял эти файлы то есть мы в результате мы можем получить другую проблему это рассинхронизация серверов то есть у нас допустим работает пул серверов 10 серверов на которых там допустим 5 конфигов дефолтных и кто-то поменял на остальных серверах некоторые property и workflow на этих бизнес логика на этих серверах работает по-другому либо вообще не работает и что мы получаем получаем нестабильный environment что весьма весьма проблематично скажем так и для кастомеров и для и для тех кто пишет и поддерживает программное обеспечение то есть собственно говоря там обобщим эта проблема что конфиги управляются менеджмент конфигов производится не централизованно то есть в результате мы сидим вечером после того как получаем какой-то реквест от кастомера с таким лицом как у чувака снизу на картинке но я же задеплоился нормально но но нет данную проблему предлагается решать с помощью библиотек которые поставляются из spring spring клауда то есть это набор лип которые предоставляют отличные отличные решения для девелопмента и суппорта и распределенных систем ну то есть собственно говоря сделано для микро сервисов у spring клауда есть куча разных фич куча разных подпроектов такие как который предоставляет возможность для распределенной конфигурации систем для роутинга для лот балансинга для месседжинга даже ну и раз повторяю повторюсь еще раз для конфигурации и еще есть очень много много всего то есть кто хочет тут может зайти на spring клауд почитать то есть есть куча разных имплементации под разными для разных вендоров то есть там есть куча разных очень много крутой функциональности что такое spring клауд конфиг это такая набор библиотек которые позволяют в клиент серверном виде поставлять конфиги для ваших серверов то есть есть клиент есть сервер который поставляет конфиги которые берутся из хранилища какие фичи есть у данных библиотек это собственно говоря управление конфигами эти spring клауд конфиг поддерживает работу с разными разными системами контроля версии собственно говоря в этих системах контроля версии дальше расскажу будут храниться конфигурации поддерживается работа с брончами вы в этих в этих системах контроля версии что упрощает работу или усложняется зависимости от того как в какой релиз план вы выберете работу с релизами с версионированием приложением и версионирования конфигов. Возможно, работа одновременно с разными environment, одновременная работа с разными системами контроля версии. Также из коробки предоставляется мониторинг, security и расшифрование конфигов, которые не должны быть, скажем так, лежать в открытом виде. Какие есть основные компоненты у Spring Cloud, скажем так, конфиг-системы? То есть, первое это система контроля версии. Spring Cloud Config поддерживает две системы контроля версии, это git и svn. То есть, плюсы и минусы все должны знать, кто хочет выбирает git, кто не хочет выбирает svn. И также, собственно говоря, есть сервер и клиент. Сервер вытаскивает все конфиги из git и по запросу от клиента отправляет ему набор property-сорсов с конфигами, которые были вытащены из, в конкретном случае, из гита, из системы контроля версии. Если есть вопросы или кто-то слушает, можно, кстати, на ходу их задавать, если что. Это может быть окраймой репозиторией с конфигурацией, так? Смотри, можно использовать любой репозиторий, то есть, ну, git либо svn, просто надо будет, то есть, выделить, ну, допустим, конкретно какую-то папку, либо, то есть, по дефолту он, Spring Cloud Config Server ищет конфиги в корне, в корне этого репозитория, который ты ему засетал, либо ты можешь прописать конкретные пути, то есть, конкретную папочку, либо паттерн для папочек, в котором будут искаться эти конфигурации. То есть, можно использовать рабочий репозиторий. Мы, например, у себя на проекте разделяем, чтобы, то есть, как бы такой сингл responsibility на уровне репозиторий. У нас есть репозиторий с кодом, у нас есть репозиторий с конфигурациями, но в таком случае у нас, как бы, отдельные версии для конфигурации, отдельные версии для кода. То есть, если смотреть на уровне версий, ну, коммитов, скажем так, хэшей. Ясно, дякую. Пожалуйста. Идем дальше. Чтобы получать конфиги, их надо где-то хранить. Есть два формата файлов, которые поддерживаются Spring Cloud конфигом. Это property файл и yaml файл. То есть, всем, наверное, известно, особенно property, yaml. То есть, у каждого файла есть свои плюсы и минусы, про которые мы вскользь поговорим дальше. То есть, другие файлы. Допустим, мы у нас на проекте использовали раньше для конфигурации груви файлы. Были, скажем так, огорчены, что они не поддерживаются. Ну, не странно, как бы, это Spring Boot, Java. То есть, груви не поддерживаются. То есть, можно туда, в репозиторий можно ложить файлы любые, но, как бы, если вы хотите работать с конфигом, с сервером, то будут трекаться только property и yaml файлы. Идем дальше. Как это, собственно говоря, работает? Чтобы понять немножко, как это работает, дам немножко вводную. Такие есть термины. Первое, это application. Это значение свойства, которое засетано в конфиге Spring Config Name. Это имя аппликейшена. Profile. Это свойство, которое будет засетано Spring Profile Active. Это набор конфигураций профайлов, собственно говоря, которые будут искаться в системе контроля версий. И метка лейбл. Лейбл это бранча либо ревизия в системе контроля версии. Допустим, если мы ее не будем сетать, будет использоваться по дефолту master, trunk, то есть основная бранча в вашем репозитории. Зачем это сказал? Зачем я рассказываю эти термины? Эти термины используются для маппинга файлов, для поиска файлов в системе контроля версий. Чтобы файлы находились, по вашим запросам файлы надо называть с помощью такого паттерна. Сначала идет application, потом profile и extension. Все это разделяется дефисом, здесь можно использовать два варианта названия, собственно говоря, ну не два варианта, один вариант для разных экстеншенов. И эти файлы, названные по такому паттерну, надо вложить в нашу систему контроля версий. Если мы напишем неправильно, напишем с ошибкой, то Spring Cloud Config сервер будет выдавать пустой property source и, собственно говоря, вы ничего не получите с сервера. Собственно говоря, чтобы законфигурить клиент, нам надо добавить в него библиотеки, которые я покажу на демо в pom-файл, либо build-gradle и добавить конфигурацию в bootstrap.yaml файл. Если его нет, то его надо добавить и засеты туда такие, такой минимальный субсет конфигов, которые предоставлены на экране. Первое это имя аппликейшена, потом включен, либо выключен Spring Cloud Config. Ну, собственно говоря, если мы хотим им пользоваться, надо сеттить true URL сервера, Spring Cloud Config сервера, который мы хотим использовать, и набор профайлов, которые мы хотим использовать для рана нашего приложения. Можно использовать не только один профайл, можно перечислять несколько профайлов, которые будут мержиться, приоритизировано. Это я расскажу дальше. Но надо помнить, что все эти профайлы должны быть из одного аппликейшена. То есть, допустим, у нас тут будет засетан application name и может быть application name profile 1, application name profile 2 и так далее. То есть, вот так вот. Как законфигурить клиент? Фу, сервер. Для сервера нам надо также добавить библиотеки, которые в наш билд, которые я покажу на демо, и добавить конфигурации в application yaml файл. По дефолту минимальный набор конфигов, которые надо добавить, это путь к git или svn серверу. И, допустим, я добавляю еще search path. Это паттерн, по которому сканятся фолдеры, в которых лежат конфиги. Если не добавить, то будет сканиться только в корневом каталоге. То есть, конкретно тут у меня есть git uri, username password и basedir, это, собственно говоря, куда этот сервер будет клонить мой git репозиторий. Если у вас в гите нету авторизации, либо она не required, то можно упустить эти две properties с username и password и все будет отлично работать. Поэтому есть какие-то вопросы? окей работаем дальше. Я на этой диаграмме я очень general показал, как работает клиент, который встроен в вашу аппликуху. То есть, при старте приложения проверяется, есть включен, либо выключен Spring Cloud, собственно говоря, с помощью той property, которую мы засетили bootstrap.yaml, либо передали через d параметры. Если он выключен, то скипается шаг с инициализацией, проходит сразу дело к стартапу приложения. Если нет, то идет инициализация приложения, то есть через Spring Cloud пробует подключиться к серверу. И если у нас, допустим, засетаны properties, такие как fail on startup, fail on error и retry policy засетаны, то мы можем несколько раз пробовать подключаться к Spring Cloud конфиг серверу, если при первых попытках возникли какие-то проблемы. И в результате, если подключились, то мы загружаем конфиги и оплавим их в свое приложение. Если не загрузились, то стартап фейлится. Допустим, очень удобно, если у нас есть какие-то важные конфиги, которые, допустим, лежат там. Воркфлоу сервера. Сервер работает... Тут я немножко ошибся и скопировал два раза, скажем так, свою диаграмму одну и ту же. Но суть в том, что сервер при стартапе клонирует репозитории, которые у него указаны в конфигах, и начинает слушать клиента. Если приходит запрос от клиента, он пытается склонить новую версию из репозитория с конфигами и найти файлы, которые матчатся матчатся параметром, который запрашивает клиент. Если их нет, он отдает пустой property source. Если есть, то он отдает их клиенту полные, предварительно, если еще включено шифрование, расшифровывает property, которые были зашифрованы. Как-то так. Может быть, какие-то вопросы? Окей. Встает логический вопрос, скажем так. Если у нас есть куча таких property source, то какой приоритет у этих конфигураций будет? То есть, что будет приоритетнее? Конфиги, которые лежат в приложении, которые передаются через D-параметры, либо конфиги, которые приходят через Spring Cloud? На этот вопрос я сейчас отвечу. Собственно говоря, на этом списке увидишь набор конфигов, которые, то есть, property source, которые возможны. Они перечислены от самого низкого приоритета до самого высокого. То есть, конфиги, которые лежат в Spring Cloud, будут иметь больший вес, и они будут оплавиться в приложение. Даже если есть конфиги с такими же ключами, допустим, которые переданы через D-параметры, или через внешние другие, через файл, допустим, либо лежат внутри аппликейшена. То есть, если у нас есть конфиги с одинаковым ключом в аппликейшене и в Spring Cloud, то в результате возьмется конфиг из Spring Cloud. Но так как я уже говорил, в Spring Cloud можно передать несколько профайлов, таким способом, допустим, через Bootstrap YAML или через D-параметр. И, допустим, как понять, какая property с какого профайла возьмется, если у нас есть одинаковые ключи с первого, со второго или с третьего. Spring Cloud говорит, и это проверено на практике, что самый большой вес имеет конфиги из профайла, который стоит в начале. То есть, чем дальше профайл от начала, тем меньше вес его конфигов. То есть, если будут одинаковые конфиги, то в приоритете будут те, которые стоят в профайлах, которые ближе к началу строки. Окей. Как я уже говорил, есть в Spring Cloud конфиг сервере функциональность для шифровки и расшифровки данных. Допустим, вы храните в внешних конфигурациях пароли какой-то sensitive data, которую нельзя просто хранить в открытом данном виде репозитории. Для этого есть решение. Решение заключается очень в таком. То есть, мы генерируем ключ с помощью... Сначала мы расширяем JVM, нашу Java, дополнительными усиленными либами для шифрования. Как это сделать, я в конце прикрепил линки, и когда скину вам презентацию, вы можете посмотреть. То есть, мы, скажем так, немножко расширяем Java, создаем ключ, и прикрепляем его к нашему серверу, Spring Cloud конфиг серверу. С помощью... Когда Spring Cloud конфиг сервер видит этот ключ, скажем так, мы можем пользоваться endpoint'ами Spring Boot application encrypt and decrypt. С помощью REST клиента мы можем послать туда какой-то текст, и нам вернется расшифрованный либо зашифрованный текст. Если возникают проблемы с ключом, допустим, если этот ключ не подходит к тем, допустим, алиасам, секретам, которые у вас засетаны, то кидаются ошибки. Либо пишется, допустим, что... То есть, я не могу использовать ключ, либо property имеет невалидный, как бы, вид, и добавляется... То есть, эта property была, допустим, зашифрована не тем ключом, которым вы пытаетесь расшифровать, и к ключу этой property будет дописано invalid and... То есть, и тогда будет видно, что property не расшифровалась. То есть, мы зашифровали, положили в систему контроля версий в таком виде. То есть, нам надо добавить Cypher, и дальше идет хэш, который, собственно говоря, мы получили в результате RSA шифрования. То есть, положили, и получили, и сидим довольны, и пользуемся, как бы, не беспокоимся о том, что кто-то может увидеть в открытом виде в GTA пароли к каким-то там суперсекретным серверам. То есть, но есть такая тонкая... Не тонкая, я не в хране. Прикол в том, что расшифровываются эти property, когда не на стороне клиента, а на стороне сервера. То есть, если клиент запрашивает у сервера профайл с зашифрованными property, то сервер его расшифровывает и отсылает уже по HTTP обратно, уже в расшифрованном виде. То есть, ну, как бы, такая вот лазейка. Но чтобы, скажем так, избежать таких проблем, скажем, можно настроить дополнительную аутентификацию на Spring Cloud Config сервер. И тогда кто угодно не сможет пользоваться вашим Spring Cloud Config сервером. Есть какие-то вопросы по этому? Окей. Как бы, что еще, скажем так, опыт нашего проекта рекомендует делать, когда вы интегрируете Spring Cloud Config в свою систему, в свою инфраструктуру? То есть, во-первых, написать план, как вы собираетесь интегрировать, то есть, релиз плана этого, скажем так, саб-продукта на ваши инвайроменты, на вашу инфраструктуру. Потому что обычно бывает очень много инвайроментов, разных зависимостей, и это сразу лучше прописать. То есть, как это делать. Как это будет интегрироваться в релиз процесс? Допустим, кто должен пушить в Git или в SVN новые конфиги? Как они должны обновляться? Когда? Кем? У кого какие должны быть permission? Также надо обучить всех людей, которые разрабатывают приложение, тестируют, либо настраивают инфраструктуру, как пользоваться новым элементом. Возможно, это звучит очевидно, как бы, но лучше это проговорить. Также нужно подумать про fall tolerance, скажем так, этого solution. Потому что, допустим, если у нас основные конфиги лежат в Spring Cloud, и у нас есть один сервер Spring Cloud, который случайно, я не знаю, кто-то дропнул из DevOps, то лучше иметь какой-то бэкап-план, допустим, пул из серверов. То есть, это не гарантирует, что его никто не дропнет, но, по крайней мере, если у вас, допустим, по той или иной причине умрет основной сервер, у вас будет бэкап этого сервера, бэкап Spring Cloud Config сервера, который сможет также отдавать конфиги для ваших клиентов. Также стоит обеспокоиться о дополнительном логировании, которое, допустим, мы на своем проекте сделали дополнительное логирование для пропертий, которые приходят в приложение из Spring Cloud, и, допустим, с помощью системы работы с логов, допустим, у нас есть Splunk, мы можем спокойно посмотреть, какие пропертии приходят с Spring Cloud Config сервера в наш клиент, как они оплавятся, были ли какие проблемы с энкрипшеном, с декрипшеном, какие типы этих пропертий. Также в сложных системах, как бы, у нас есть куча людей, инволвентных в процесс релиза продукта, и лучше всего, как бы, написать какой-то Troubleshooting Guide, как этим всем пользоваться и как это все поддерживать. Потому что, допустим, вот есть продукты, в которых, скажем так, люди работают в разных таймзонах, на разных континентах, и не хотелось бы, допустим, чтобы ночью кого-то будили и спрашивали, как что-то фиксить. То есть, поэтому лучше этим обеспокоиться сначала, написать common проблемы, с которыми вы сталкивались при девелопменте, и как с ними бороться, допустим, как понять, какие конфиги приоплавились на Application Server. Есть какие-то вопросы по этому поводу? Идем дальше. Расскажу про немного проблем, с которыми мы столкнулись, как бы, были у нас проблемы с синхронизацией внутри команды, внутри продукта, когда мы настраивали. То есть, это то самое обучить, скажем так, девопсов и System Team, которые будут пользоваться, скажем так, первично этим продуктом, то есть, объяснить, как это все работает, куда что надо ложить, почему это надо так делать вообще. Потом были небольшие трудности с, скажем так, полноценной миграцией всех разработчиков и энвайроментов на этот, как бы, саб-продукт. То есть, не все хотят это делать, не все хотят, как бы, переходить, но, как бы, это, если этого не делать, то нам придется, как бы, поддерживать несколько версий, скажем так, приложения, что затрудняет maintenance, собственно говоря, самого аппликейшена. Ну и были самые веселые, как бы, такие проблемы, это, собственно говоря, с конфигами. Допустим, мы работали раньше с Groovy конфигами, и я мог написать, там, property и value. Value абсолютно любого типа. Boolean, value, list. Когда мы начали использовать property файлы, столкнулись с тем, что все, как бы, в property файлах это строка, и при интерпретации этих строк внутри нашего Groovy кода, допустим, если мы вложили, клали в Spring Cloud boolean value, нам возвращалась строка, и мы говорили, что давай-ка сделаем нам из нее boolean, а любая не пустая строка в Groovy это true, то есть, и, короче, собственно говоря, выключатели наши перестали работать. Когда мы это увидели, мы сказали, давайте-ка мы перейдем на yaml файлы. Перешли, круто, все заработало, все boolean values, но в другой момент мы увидели, что отвалились листы. Если кто-то работал с yaml файлами, то, наверное, знает, что Spring репрезентирует листы, которые задаются в yaml формате в таком вот виде k равно, и элементы массива, скажем так, репрезентирует в виде k, индексы и значения. k, индекс, значения, то есть тебе приходит не property и лист, а набор элементов этого листа. Скажем так, с этой проблемой мы ее решили стандартными, скажем так, тоже Springовыми свойствами. Spring говорит, что есть аннотация configuration properties, которая матчит какую-то часть какого-то конфига на определенный класс. И в классе мы можем использовать как листы, так и любые элементы, точнее, любые классы, любые типы. То есть, скажем так, Spring решает это за нас, но просто надо знать, что есть такие проблемы и как их решать. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Если нет, я тогда покажу, как это все работает. В принципе, очень быстро, очень просто. Есть какие-то вопросы? Есть люди, которые слушают меня еще? Да, да. Круто. Я безумно рад, на самом деле. То есть, как я говорил, есть у нас две части, три части приложения. То есть, клиент, сервер и, собственно, репозиторий. Начнем с того, как это создать. То есть, есть, кто пользовался, создавал Spring приложение, знает про очень крутой, простой сайт. То есть, чтобы долго не искать, какие property надо настраивать, мы заходим на Spring Initializer. И говорим, допустим, что мы хотим использовать систему сборки, допустим, Gradle, такой-то там с Java, не с Java, с Kotlin, с Groovy. Выбираем версию Spring Boot. И говорим, что мы хотим использовать, допустим, Config Client и Web. И у нас будет веб-приложение. Заполняем поля, нажимаем Generate, и нам сразу падает готовый проектик со всеми нужными зависимостями. Собственно говоря, все очень просто, удобно. В результате этого, как бы, этой простой генерации я получил темплейтный проектик с зависимостями. В зависимости у меня есть Spring Boot Actuator, клиент, Web для запуска собственного приложения, и Spring Cloud Dependency. То есть, у меня используется тут Spring Boot 1.5.6 и Delson SR3, версия Spring Cloud. В клиенте, я как говорил, я прописал Spring Application, профайл, который я хочу использовать, и адрес Spring Cloud Config сервера. Сейчас я перейду к серверу, и потом немножко расскажу еще про клиент. В сервере, сервер генерируется точно так же само. То есть, берете, либо добавляете зависимости руками, либо создаете темплейт такой из Spring Initializer. В принципе, почти те же зависимости, просто вместо Spring Cloud Config сервера, клиента, тут есть сервер. Также я добавил сюда еще json-библиотеку, потому что, почему, я покажу чуть позже. Собственно говоря, все просто. Згенерировали, добавили конфиг, указали гид, с которого вы хотите тянуть конфиги, куда клонировать его, клонировать при стартапе или потом. То есть, если засеты клонировать при стартапе, первый старт будет немножко дольше, но зато все следующие, скажем так, запросы будут быстрее проходить. То есть, это удобнее. Также сюда я добавил конфигурации для работы с Encryption-Decryption. То есть, это ключ, который я сгенерировал через KeyStore, и его супер-секретные пароль, alias и секрет. То есть, из коробки генерируется простой application, который помещается в аннотации Enable Cloud Config, и все у вас есть, как бы. То есть, все просто, все круто. В клиенте. Как мы будем... В клиенте есть такая вот штука. То есть, у меня есть контроллер, который тестовый, в который будет приходить property из моего git-а. То есть, если посмотрим, у меня тут все пустенько, никаких конфигов нет. То есть, через value придет... Точнее, из print-клауда придет у меня конфигурация, у которой keyprop засетается сюда. И, то есть, когда я перейду на рутовую url, она мне выведется hello, что-то там. Это, в принципе, все. Что лежит в git-е? Перейдем к git-у. Сейчас мы найдем git-хаб. Пум-пум-пум-пум. То есть, есть простой репозиторий. В нем лежит property-yaml-file с одинаковыми названиями. Logic – это название моего application. Profile – это название профайлов, которые я использую. Допустим, yaml-file. У меня в нем лежит property-value. И есть еще property-file, в котором есть зашифрованное property-1. Но там другие свои вопросы с шифрацией. Ну, короче, давайте я вам покажу, как это все, собственно говоря, работает. Если есть у кого-то какие-то вопросы, можно задавать, не стесняться. Я надеюсь, есть. Запускаем клиент. И клиент нам... Точнее, у меня стоят breakpoint на сервере. Давайте посмотрим. Клиент запустился. Когда мы переходим на рутовый url, нам показывают, что засветано value из git. Давайте посмотрим, есть ли у нас в git такое. То есть, у нас есть prop и у нее значение value. То есть, если бы она не пришла, то... Если, знаете, аннотацию value, она говорит, что если у вас в конфигурациях есть property, тогда используй... Ну, такой key prop. Тогда используй ее. Если нет, то бери дефолтное значение world. То есть, если бы мне не пришла эта конфигурация, то было бы hello world. Вместо этого у меня hello value, то есть, что означает, что конфигурация потянулась из git. Собственно говоря, то есть, наверное, все. Я могу показать еще, как шифровать, расшифровывать данные. То есть, но с... Как сам клиент, клиент сервер расшифровывать данные, я не покажу, потому что я начал использовать новую версию Spring Cloud, да. Spring Cloud Config тут немножко отличается от той версии, которую мы используем на проекте. Есть какие-то у меня трудности, скажем так, с этой интеракцией. Если все-таки интересно, как пользоваться, как зашифровать, расшифровывать. Мы отсылаем REST клиентам пост запрос на наш Spring Cloud Config сервер на endpoint encrypt. Допустим, у меня есть какой-то супер важный текст. Нажимаю send, и у меня я получаю 200-ый респонс с ключом, который надо положить в Spring Cloud. Ну, если мы хотим, мы его можем расшифровать примерно таким же способом. Посмотреть, что все работает через decrypt. Получаем, что в body у нас пришло very important text. Вот так вот это работает, собственно говоря. Вот так, вот так. То есть, перешли мы к самому интересному слайду. Если все-таки у кого-то есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Обмана и пытания. Да, конечно. Мы можем динамично поменять в репозитории? Ну, все про аппаратю, чуть-чуть петяна сила на динамичную application. Смотри, вот, крутой вопрос, я забыл про это рассказать. Я хотел как раз это рассказать. Смотри, все, что пушится в git на сервере, то есть сервер каждый раз переспрашивает git, есть ли новые версии. Если есть, он их стягивает и отдает самую последнюю версию. Если мы говорим за клиент, автоматом это не подтягивается, то есть из коробки. Автоматом подтягивается после рестарта application сервера. Но в Spring Cloud про это тоже подумали. Собственно говоря, это один из наших следующих степов для нашего проекта. Можно подключить integration bus, то есть git будет пушить, паблишить месседжи в эту шину. И тогда как бы клиент уже будет знать, что пришла новая версия конфига и будет ее перетягивать. То есть люди, которые этим пользуются, говорят, что даже нет проблем с GDBC всякими connection'ами. То есть это все решается. То есть, допустим, если у нас в Cloud Config'е лежит как бы property, которые нужны нам для инициализации connection'а, то есть и мы их меняем, то не будет никаких проблем с заменой connection'а на лету. То есть, но это требует подключения месседжинга и, скажем так, дополнительных усилий. Скажем так, это не так проще, как, допустим, сгенерировать эти темплейты и подключить их к себе в проект. Но штука прикольная, то есть очень удобно. А еще пытание бэкэндом для конфиг сервера. Может быть, теки git svn, чей мы можем вязать там консулы и etcd? Ты имеешь в виду бэкэндом, либо системой контроля версий? Ну, с сорсом для пропортиб. Смотри, то есть Spring Cloud говорит о том, что они спортят только git svn. То есть библиотеку ты можешь подключить, то есть, наверное, к любой аппликухе спринговой. То есть по дефолту он, Spring будет использоваться. То есть можно прилепить ее к любому аппликейшену. Насколько я знаю, в Spring Cloud есть библиотеки даже для работы с консулами, с очень многими системами для работы с микросервисами. То есть я думаю... Насколько я сразумею, сервер был висковый без сервера? Конечно, да. Сервер коннектится к git и отдает конфиге. То есть все эти три компонента обязательно без них работать не будет. То есть клиент сервера и, собственно говоря, репозиторий какой-то. Но они могут быть встроены, допустим, в какую-то другую аппликуху, если с этим проблем нет. Это обычная беззависимость, которая тянется с репозитория и подключается к вашему проекту. Друзья, дякую. Пожалуйста. Если есть еще какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Если нет, тогда как бы я скинул сюда еще дополнительные линочки. Кому будет интересно, может писать либо мне, либо зайти. То есть это на спеке гита, спеке клауд конфига. Есть гид, есть также как использовать секьюрити. Это все будет доступно как бы на конфлюенсе. Еще, наверное, вышлится дополнительным письмецом от Жени. Либо можете найти в блоге. Собственно говоря, это от меня все на сегодня.